В зрительном зале нет свободных мест. В первом ряду ветераны. Спектакль с любимыми не расставайтесь, а в их судьбе. О том, как 22 июня 1941 года изменила ход истории и жизни миллионов человек. Эта вещь такая получилась неординарная. Она вообще о любви. Но она и о войне. И она о той самой любви, которой не страшна даже война. Спектакль поставлен по пьесе драматурга Нико Квиженадзе. Автор среди зрителей. История двух влюбленных, разлученных войной, завораживает с первых минут. Страсть и любовь, боль и разлука. Иду по улице и разговариваю с тобой. А прохожие никак понять ничего не могут. Они не понимают, что это мы с тобой идем, взявшись за руки. И что есть только ты и я. И я, и ты. Знаешь, мне недавно приснилось, будто ты зашла ко мне в палату, где я лежу, перебинтованный. И ищешь меня. А я селись, крикну тебе, мол, здесь я, Ландыш, ну разве ты не видишь, ну куда идти? Ты не находишь меня и проходишь на него. Главная тема – это как проявляет человек в экстремальных условиях себя. Что он остается всегда человеком. По-настоящему. Настоящие люди остаются людьми. Несмотря ни на что. И самое главное – хранитель, ангел-хранитель этих людей становится любовь. То есть это именно способность человека любить, вот это и защищает вот моих героев. Он уходит на фронт, а она остается ждать. Каждое письмо, как воздух для главных героев. Неровные строчки на небольшом клочке бумаги, как тоненькая ниточка, связывает дни, месяцы, годы ожидания и страха. Это великая победа. Как в песне пелась, да, она на всех. Мы за ценой не постоим, она не только была для них, на всех. Она для всей нашей страны, для всех потомков. И нам нужно не просто их любить и поддерживать, а нужно глубоко уважать и понимать, что это достояние всей страны. Победа наших ветеранов. Этот спектакль войдет в основной репертуар Народного театра «Крылья». Премьера прошла в «Жаворонках» и один показ в «Горках вторых». В планах представить эту работу на театральном фестивале. А пока главная оценка для актеров и режиссера – слезы в глазах ветеранов. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров М.Лосева